В преддверии лета Аркадия курортному сезону готова. Все заведения уже открыты. В кафе в основном работают летние террасы, но кое-где людей все-таки пускают и внутрь. Нужно отметить, что и аттракционы также работают. Сон Йонг приехал в Одессу из Южной Кореи. Он надеется, что курортный сезон пройдет нормально, несмотря на некоторые ограничения, связанные с эпидемией COVID-19. На пляже пока людей мало, но во время нашей съемки в рабочий день было довольно прохладно. Постоянный отдыхающий Станислав уверен, что уже в июне будет много желающих приехать с других уголков Украины. Я считаю, что уже где-то в июне месяце пляжный сезон должен открываться, и поэтому курортный сезон должен работать на полную мощь. Тем более, что сейчас очень много будет желающих ехать в Одессу, в связи с тем, что другие наши области очень, так сказать, еще болеют. Поэтому Одесса будет привлекающим местом. Молодежь уже ждет открытие клуба в Аркадии. В интернете ранее появлялось немало роликов с толпами людей на дискотеках сразу после ослабления карантина. Потом ажиотаж снизился. Два раза в неделю гуляем в Аркадии, а на море еще не ходили. Но я думаю, сезон будет хорошим, потому что вирус уже как бы заканчивается, и уже открывается Ибица, и Такар, и Длайн. Я думаю, все будет отлично. Большинство одесситов прилежно пересидело режим строгого карантина и сейчас спокойно гуляют без масок. Многие ждут, что курортный сезон принесет необходимые инвестиции в городской бюджет. У меня нет ни одного знакомого, который бы заболел еще за этот период. Я сам, наверное, первый год, когда я зимой не заболел из-за того, что больше сидел дома, лучше следил за здоровьем. Я считаю, что все классно. Круто, если курортный сезон в Одессе все-таки откроется и состоится в этом году, чтобы к нам приезжали туристы, привозили в бюджет свои деньги. Стараюсь соблюдать адекватные меры безопасности, не слишком перебарщивая, скажем так, с паранойей. Хочется уже всем надоело жить в кризисных условиях, хочется вернуться к нормальному рабочему режиму, зарабатывать деньги и вернуться поскорее в привычный ритм жизни. Кабмин поддержал начало второго этапа выхода из карантина с 22 мая, введение адаптивного карантина до 22 июня. Всего таких этапов предусмотрено 5. Введение остальных будет происходить каждые 10 дней в зависимости от эпидемиологической ситуации. Дмитрий Богомолов, Василий Базовлук, Константин Ищерет, телеканал Репортер.